В школах закончился карантин. Корректировка программы, которая будет проведена в образовательных учреждениях, позволит детям совершенно спокойно, в соответствии с графиком, отправиться и на весенние коньякулы. Занятия возобновились. От учебы отстранены менее 5% детей. Навыки мудрых. Это мастера и преподаватели спецдисциплин, которые работают в наших учреждениях. Стартовал чемпионат рабочих профессий. На победу вместе со студентами теперь претендуют и профессионалы. И российские звезды на ангарском льду. Сейчас, о чем я только искренне мечтаю и желаю, это о новой коленке. Ангарчан покорила. Ледовое шоу Ильи Авербуха. Служба новостей телеканала «Актиз» начинает работу в эфире в студии Елена Жерлова. Здравствуйте. Карантин снят. Ангарские школьники сегодня вновь сели за парты. Напомним, образовательный процесс в учебных учреждениях округа был остановлен с 9 по 15 февраля. Причина – вспышка ОРВИ. Сейчас эпидемиологическая ситуация в городе относительно спокойная. По данным Управления образования, сегодня в Ангарске болеет меньше 5% школьников. Чуть выше количество заболевших в детских садах. Там отстранены 8% детей. Внеплановые каникулы на учебном процессе отразиться не должны. Мы считаем, что корректировка программы, которая будет проведена в образовательных учреждениях, позволит детям совершенно спокойно, в соответствии с графиком, отправиться и на весенние каникулы. На время карантина учебный процесс в ангарских школах не приостанавливался. Учителя вели дистанционное обучение, давали задания и проверяли их в режиме онлайн. Водитель, насмерть сбившую пожилую женщину в Иркутске, рассказал, почему покинул место ДТП. По словам мужчины, он заметил пенсионерку, уже лежавшей на земле. И вместе с другими прохожими пытался оказать ей помощь. Водитель дождался скорую и уехал. А о том, что пострадавшая скончалась по его вине, он узнал от полицейских. Ждите, к вам сейчас подъедут. Я думаю, приедут сидеть с показаниями здесь. А мне говорят, вы наехали, как я. Он говорит, да, на камере видно. Я говорю, я не видел. Если бы я знал, что я наехал. Короче, у меня все вот так вот. Я даже не подумал, что я наехал. Потому что ни удары, ничего не было просто. Сдавал, сдавал потекунку, сзади. Сейчас проводится проверка. Оперативники выясняют все детали происшествия. Пропал человек. Юрий Бетенев, 1933 года рождения, ушел из дома 15 февраля в районе 4 часов утра. Его разыскивают родственники. Мужчина был одет в штаны и куртку болотного цвета, шапку и ботинки черного цвета. Денег и документов при себе у него не было. По словам родственников, пропавший может просить милостыню. Мой отец, Бетенев Юрий Павлович, 1933 года рождения, страдает болезнью Айцгеймера. Не ориентируется в местности, страдает провалом большим памяти. Может назвать только и свое имя, и фамилию. И то может где-то неправильно назвать или еще как-то. Если вы что-то знаете о местонахождении этого человека, просьба обратиться в полицию или позвонить родственникам. Телефоны вы видите на экране. Сегодня в Ангарском техникуме питания и торговли открылся четвертый региональный чемпионат рабочих профессий. Самая многочисленная номинация – это поварское дело. В ней честь родного города защищают 10 молодых специалистов. Впервые в программе чемпионата появилась новая категория – 50+. Обо всем подробнее в репортаже Марии Константиновой. Финдерфуд – проще говоря, холодная закуска на два укуса. Именно такое незамысловатое явство необходимо приготовить участникам четвертого чемпионата рабочих профессий. На первый взгляд, просто на самом деле сложно. Выполнить это необходимо строго по мировым стандартам. Испытания не испугались сами мастера. Впервые в Ангарске среди студентов соревнуются участники в категории 50+. У нас было 23 на отборочных, и сейчас у нас 10 студентов, которые представляют Иркутскую область на данном чемпионате. О навыках мудрых у нас 5 человек с Иркутской области. Это мастера и преподаватели спецдисциплин, которые работают в наших учреждениях. Скидку на возраст никто не делает. Затем, что и как происходит на площадке, пристально следят эксперты. По словам специалистов, рабочие места оборудованы на все 100. По 30 минут на три задания. Это горячие и холодные закуски и бифштекс. Вот только возрастные участники уже не такие крепкие здоровьем, как молодежь. Прямо на площадке одной из женщин стало плохо. Это прежде всего, ну как бы сказать, и забота у участников. То есть, ну вот стало плохо, да, ничего страшного бывает такого. Мы остановили время. Это время запустится тогда для нее именно, когда она будет готова, когда ей станет хорошо. Вот на данный момент уже доктор сказал, что давление упало. 140 уже, ну и можете приступать. Впервые в нашем городе чемпионат пройдет одновременно на четырех площадках. В Ангарском автотранспортном техникуме будут состязаться в ремонте и обслуживании легковых автомобилей. В педагогическом колледже презентуют навыки дошкольного воспитания. А сварочные технологии традиционно проверят на базе индустриального техникума. Итоги подведут 22 февраля. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время. Завтра в Ангарске пройдет второй этап ежегодного фестиваля «Студзима-2019». Творчество, спорт, креатив. Задача организаторов состязаний – раскрыть молодежь во всех направлениях. В этом году участие в фестивале принимают 18 команд. Программа традиционно проводится в три этапа. В этот раз участников ждет дворовой хоккей, состязание по шорт-треку и танцы на льду. Придется им пройти и интеллектуальные испытания. Квест по улицам города. В этом году, так как год театра, мы проводим театр на льду. Ребятам задание, они в течение двух недель готовились. Завтра они во вторник будут показывать свои творческие номера именно на льду. Ну а что мы еще в этом году подготовили, давно это не проводили. Так как мы будем проводить финал в этом году на турбазе юбилейный. Кроме того, что они будут выполнять, проходить так называемую тропу испытаний, они будут показывать, как они на финале готовят обеды с биваки. То есть в прошлом году, если мы проводили во время масленицы, мы готовили блины. Ребята жарили различные виды блинов. Это было так креативно и интересно. В этом году участникам финального этапа фестиваля «Студзима» предстоит приготовить борщ или солянку. Стоит отметить, что Ангарск единственный город в области, где студенческий фестиваль проводится непрерывно уже в течение 14 лет. Поддержку обеспечивает муниципалитет. Спортивный праздник «Лыжня России» в минувшее воскресенье объединил жителей Иркутска, Ангарска, Шелихова, Усолья и других сибирских городов. Для многих поездка на лыжню стала семейной и даже корпоративной традицией. Тему продолжит Александр Пычков. Принять участие в «Лыжне России» на залив реки Ангара прибыли тысячи любителей зимних видов спорта со всего региона. Не остались в стороне и жители нашего города. Многие приезжали трудовыми коллективами. Например, от ангарской нефтехимической компании на лыжню прибыла целая делегация спортсменов. В этом году я буду принимать восьмой раз участие в «Лыжне России». И сюда меня привел мой брат. Он лыжник, тоже подъедет. Как бы вот он позвал, и это стало нашей традицией семьи. Здорово, весело. Тут, скорее всего, главное участие, с коллегами пообщаться, укрепляет коллектив. Каждый год в «Лыжне России» принимают участие сотни ангарских нефтехимиков. Богатые физкультурные традиции – характерная черта компании. Для укрепления спортивного духа и оздоровления коллектива АНКК проводит ежегодные спартакиады, в том числе и зимние. Разрядники по различным видам спорта есть среди ветеранов производства и среди молодых специалистов. И здесь самое главное – дать правильную мотивацию. В общем, компания молодая и спортивная. На сегодняшний день идет большое омоложение. Но, чтобы шли молодые на лыжи, всегда наши ветераны должны показать своим примером, что это, как это происходит. И молодежь наша идет. И это, пожалуй, самое главное. Регалии победителя, конечно, хорошо, но подлинная суть массовых стартов, помимо очевидной пользы для здоровья, это дать людям чувство сопричастности и единения. Единение с семьей, согражданами и коллегами по работе. Александр Бычков, Дмитрий Швецов. Местное время. В минувшие выходные на стадионе «Ангара» проходил матч ветеранов конькобежного спорта. Участие в нем приняли именитые спортсмены, мастера спорта и призеры всевозможных первенств. В этом году состязание прошло в новом формате. Составить компанию ветеранам пригласили и молодых конькобежцев. Сейчас дети очень рады, что они будут принимать. У них такой настрой, что они переживают, что ветераны, они переживают, как это так будет выглядеть. Это будет очень хорошо, сказалось, что я бегу я. Меня когда увидели в комбизе, говорят, ой, вы все бежите. Я говорю, да, я бегу, и поэтому для них это очень важно. И у них такой настрой очень позитивный. Матч проходил в формате гонки и эстафеты. Участие в нем приняли более сотни спортсменов от мала до велика. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию растопили лед ангарской арены. В минувшее воскресенье во дворце спорта «Ермак» состоялось грандиозное шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». Невероятные пируэты и поддержки титулованных фигуристов попали в объектив нашей камеры. Мы очень рады вновь быть у вас в гостях. Мы очень рады возвращаться в ваш гостеприимный город, на ваши гостеприимные леды. Шоу-программу приветственным словом открывает Алексей Тихонов. Режиссер проекта Илья Авербух в Ангарск не приехал. В эти дни он давал старт универсиаде в Красноярске. А на ангарском льду с юбилейной программой именитые титулованные спортсмены. Чемпиона мира, Европы, олимпийские чемпионы. Роман Костомаров, Албена Денкова, Маргарита Дробязко, Павел Освана, Гасмария Петрова, Алексей Ягудин. Выступление большинства из них ангарская публика уже видела. Однако шоу смотрится на одном дыхании. Впервые ангарчане увидели акробатов на льду. Артисты удивили публику сложнейшими элементами и комическими сценками. С замиранием сердца зрители наблюдали за выступлением Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. В этом году пара стала второй на турнире Гран-при. Уже через неделю они покидают проект и начинают подготовку к чемпионату мира, который пройдет в марте в Японии. Так что ангарским зрителям, можно сказать, повезло. Поразила своей легкостью и грацией самая юная олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Ну и какое же шоу без Алексея Ягудина с его знаменитым номером «Зима». Премьера этого номера состоялась 17 лет назад на Олимпийских играх и до сих пор не утратила своей актуальности. Только в антракте титулованный фигурист признался, чего на самом деле стоит легкость и грация на льду. Сейчас, о чем я только искренне мечтаю и желаю, это о новой коленке. Коленке? Да, у меня огромная киста в одной из коленок. Что, ну, естественно, что лукает, боль присутствует. Я думаю, что не только у меня, из тех, кто сегодня выступает здесь. Так что вот новую коленочку бы посвежее хотя бы или какое-нибудь ТО пройти, чтобы и время найти, чтобы пройти, вот это было бы да. Ледовое шоу Илья Вербуха «15 лет успеха» длилось почти три часа и, несомненно, оставило неизгладимое впечатление у каждого, кто пришел на представление. Красота, сила, феерия и грация знаменитых фигуристов запомнятся им надолго. Ирина Шавлюк, Алексей Выборов. Местное время. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте actistv.ru и на нашей страничке в Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи.